Здравствуйте! VXS это очередная попытка KZ сделать просто ультимативные, разрывающие все шаблоны True Wireless наушники. И в некоторой степени это получилось, и то, что стало проблемой для KZ, это то, что у них есть другие очень хорошие True Wireless наушники. Поэтому обо всем расскажу. В плане начинки не вижу смысла здесь особо заострять внимание. Используется динамический излучатель в качестве Bluetooth-модуля Qualcomm 3040, естественно, есть поддержка A5X и система шумоподавления микрофонов CVC, которая работает так себе. В принципе, значительно лучше, чем тех же старых SKS, но если сравнивать с какими-нибудь топами, как там те же Edifier Neobuds Pro, то, ну, качество передачи микрофона будет просто среднее. Короче, если по сравнению с теми же Sennheiser Momentum, с теми же Sony 1000, то здесь, в принципе, нормальный хороший микрофон. По поводу эргономики. К счастью, KZ с этим больше не экспериментирует. У нас есть просто эргономичная форма, нормальный звуковод и ущербные амбушюры. Все замечательно. Кроме амбушюр. Амбушюры все-таки здесь, ну, очень-очень так себе. То есть, блин, обидно, у KZ есть шикарные амбушюры, которые они пихают свои бюджетные наушники. Даже научились струваривать с наушниками их использовать. Но здесь зачем-то снова какая-то форма, которая что-то среднее между прямоугольным и круглым. И при этом с очень мягким таким силиконом, как в Sennheiser за 300 долларов. Зачем это нужно, непонятно. Поэтому с посадкой здесь вопросов нет. Она хорошая, она нормальная. Но, блин, по сравнению с посадкой этих же наушников, но с другими амбушюрами этого же бренда, то уже так себе. Потому что пассивная звукоизоляция немножечко хуже, чем могла бы быть. Но, опять-таки, это все как такие придирки. Сидеть в наушниках часами можно спокойно. Если ваши уши переносят в себе какие-то чужеродные предметы. Поэтому ничего нового не остается. И сенсорное управление, в общем-то, реализовано нормально. Потому что я не люблю сенсоры. Но здесь, по крайней мере, не вся поверхность самого фейсплейта, верхней части сенсорная. А лишь его часть. Поэтому можно брать наушники. Есть определенная зона, куда можно касаться. Не беспокоиться за то, что что-то там сейчас произойдет. Переходим к звучанию. С одной стороны, все хорошо. Потому что с учетом своей бюджетной около 50-долларовой стоимости, звучат они шикарно, классно. Если не сравнивать их с теми же KZ SK10 Pro. В чем проблема этих наушников? Они пытаются быть слишком агрессивными. Вот такое чувство, что они все частоты решили вам поближе. Вот так вот дать, чтобы вы точно все услышали. Вот буквально-буквально все. Насколько это позволяет, достаточно бюджетный динамик излучателей, который в них используется. Поэтому ты, с одной стороны, и получаешь такой очень хороший вау-эффект. Сразу же включил. Бум! Там все. И бас очень массивный, ударный, хороший, быстрый. Серединка открытая. То есть, очень-очень хорошо голоса слышны. Все, ничего не беспокоит. Тарелочки всякие на высоких частотах. Все это играет классно. Но когда слушаешь даже вот пару минут, то понимаешь, что все это как-то давит. На тех же SK10 Pro это сделали значительно аккуратнее, значительно лучше. Ну и уж тем более, если сравнивать там какие-нибудь Bluetooth заушины с наушниками, которые подходят к вам, то тут, естественно, сразу же разрыв ощущается. Поэтому это неплохо. Опять же, я повторюсь. Если разбирать их с точки зрения качества звучания, детальность, хлесткость низких частот, проработка атак на высоких частотах, то, насколько прорабатываются края частотного диапазона, то они все еще значительно лучше, чем какие-нибудь стоповые. Sony, Samsung, Sennheiser с Huawei уже не буду сравнивать. У Huawei вышли очень хорошие такие FreeBuds Pro 2, которые действительно детальнее с точки зрения аудиофилии. Крутые. А все-таки, на всякий случай, здесь канал не просто про какие-то гаджеты, а именно про музыкальную тематику, про качество звучания тех или иных устройств. И скоро я дойду до абсурда. Это как такой спойлер. Но я думаю, что этот абсурд будет также многим интересен. И по сравнению с дорогими топами, оно звучит классно. Но опять же, если мы вспомним какие-то хорошие ТВСки, которых уже предостаточно. Это и Soundcore, и OneMore, и Edifier. У Sony есть LinkBuds S, которые звучат хорошо. У Huawei уже есть хорошо звучащие наушники. Естественно, они будут проигрывать и ощущаться бюджетно. Плохими от этого они не становятся. То есть, они все равно шикарно звучат за эти деньги. Но есть SK10 Pro, которые такие же по своей форме, по кейсу, по всему остальному. Но при этом звучат лучше и более сбалансированно. И при этом, что мне все-таки нравится. Я понимаю, что эта пластмасска будет царапаться. Но, блин, реализовано, прикольно. То есть, прозрачная вот эта вот штука, она интересная. Она не несет в себе какой-то пользы, но это хотя бы что-то новое. Во-первых, круглый кейс, как я считаю, ну, это стильно, это красиво, это удобно. Вот он хорошо как-то лежит в руке, ты что-то открываешь, делаешь это удобненько. То есть, нигде ничего не режет. Это эстетически красиво, это уже фишка самих наушников КЗ. И прозрачная эта штука тоже мне нравится. Поэтому от наушников я в восторге. Опять же, есть у них свои конкуренты, которые их переигрывают. Но, в суть, вы и так уже поняли, зачем все это пережевывать по 15-му разу. Поэтому, что еще сказать, я и не знаю. А, вот, что еще из важного хотел сказать. Это первые за очень долгое время на моей памяти ТЛС-ки, которые страшно было включать на полную громкость. То есть, они и сами по себе очень агрессивные. И при этом запас по громкости у них, ну, большой, реально большой. То есть, если я со своими КЗ-АЗ-09 ТВС-адаптерами там слушаю музыку порой на 80-90%. Ну, хочется порой, чтобы вот это вот сжогово прям такое было. То в их случае поднимать выше 60% уже было стрёмно. И это при том, что даже на такой очень высокой громкости, 60% это уже много, сохраняется тональный баланс. Низких частот все так же остается много. И высокие частоты остаются на том же уровне. Не начинается вот этой вот свистопляски карусели с этими частотами, которые начинают менять свое соотношение с подъемом громкости. Как это все удалось сделать, при том, что время автономной работы у них до 5 часов, и при этом они очень компактные. Я понятия не имею. Поэтому я в восторге. И после таких наушников, опять-таки, это возвращаясь к теме, почему столько душнилого, когда начинаются там Xiaomi за 200 долларов, там Sennheiser, Sony еще что-то там, Clipshen за 200-250 долларов. Да неинтересно об этом говорить, потому что это косяк на косяке за большие деньги. Здесь за маленькие деньги хорошее устройство, где все продумано. Эргономика, какие-то интересные моменты, качество звучания, и все это за небольшую стоимость. Поэтому я понимаю, что у КЗ есть недостатки, что есть бренды, которые делают очень схожие с ним. Там китайцев сейчас куча. То есть процесс клонирования, он просто вот бесконечный. И я еще раз скажу, что я не говорю, что КЗ единственные, кто вот могут делать действительно топовые. Из популярных, из известных, это хороший пример. Потому что все переслушать, ну, нереально. При том, что и так делаю очень много видео. То есть я понимаю, что плотность выхода видео, она огромная. Но уже выстраивается определенная очередь там на месяц вперед. То есть перейти на какие-нибудь эксперименты, там бренды какие-то малоизвестные. Ну, для этого просто нет физической возможности. Это меня уже понесло в другую степь. Там отдельное видео хотел записать про... про то, почему не получается выпускать видео про все то, что вам интересно. Это, казалось бы, простой вопрос. Но он простой, когда ты во всем этом варишься, во всем этом постоянно живешь. И тоже стоит поделиться. Но это уже отдельная тема. Про эти наушники я все, что хотел, сказал. Мне они нравятся. Мне за это не стыдно. Все. Заинтересовали? По ссылке в описании будут. Не заинтересовали? Ну, можете не переходить. Кто ж вас заставляет? На этом свое эмоциональное, импульсивное видео впечатление буду завершать. Вам спасибо за просмотр данного видео впечатления. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.